Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Маша Кахно рассказала о своих отношениях с Димой Лукиным. Наконец-то мы с Димулей живем в отдельной комнате и у нас все стабилизировалось. Он очень тонкий, чуткий и заботливый. Я очень благодарна Диме за то, что волшебство у него не на первом месте. Как вы помните, Маша решила вернуть своему лицу натуральный вид, сдуть губы и скулы. Ей ввели специальный рассасывающий состав. Девушка жалуется на плохое самочувствие. Лицо горит, губы тоже, температура 37,6. Ольга Рапунцель мечтает об отдыхе. Она пишет в своем блоге, находясь на Сейшелах, думаю о Таиланде. Хочу на отдых с любимым, на свободу, мне нужно выдохнуть, я морально устала. Как вы помните, Тата Абрамсон и Валера Блемингран свернулись на проект. Тата спрашивает своих подписчиков. Мои любимые, рады ли вы нашему возвращению? И хочу вам сказать, что в конкурсе «Свадьба на миллион» мы больше не участвуем. Алера Фрост мечтает о Сейшелах. Она уже была на «Острове любви» в свой первый приход на проект. Она хочет, чтобы компанию ей составил Сергей Захарьяш. Юлия Ефременкова пока так и не построила новые отношения. «Я по-прежнему одна, – пишет Юля, – и жду своего короля». Недавно на проект вернулись Кристина Лисковец и Федор Стрелков. Они хотят принять участие в новом конкурсе «Дома-2», который был организован для самых ярких пар за всю историю проекта. Главный приз конкурса – «Загородный дом». Вика Романец публикует фотографии со своего недавнего дня рождения. Глеб Жемчугов на видео, которое опубликовал в своем блоге «Дмитрий Солдатов», признался, что он надеется вернуть Ольгу. Он сказал, что было бы хорошо сойтись с ней. Бывшая участница проекта Нелли Ермолаева часто устраивает своему мужу Кириллу Андрееву незабываемые приключения только для двоих. Нелли опубликовала в своем блоге несколько снимков, на которых они с мужем нежно обнимаются и целуются. Многие подписчики написали Нелли, что подобные снимки нужно хранить в семейном архиве, а не в открытом доступе. И даже припомнили Нелли печальный опыт Ольги Бузовой, которая тоже любила демонстрировать страсть с мужем. Но Нелли чувствует себя уверенно, она знает, что муж всегда будет рядом. Саша Гобозов в видеотрансляции рассказал о своем успехе в бизнесе. Он сказал, что зарабатывает столько, сколько топ-менеджерам крупных компаний и не снилось, что незачем получать образование и строить карьеру. Алиана тоже как-то хвасталась, что она зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Фанаты этой пары недоумевают, почему, если не так хорошо зарабатывают, возят вещи в китайских баулах, которые им выдали еще когда-то в Доме-2. Почему не устроят сына в частный детский сад? Почему они живут в съемных квартирах? Многие считают, что Гобозовы врут про бизнес и про большие заработки. Бывшая участница проекта Оксана Стрункина публикует новые фотографии. Она вместе с мужем была приглашена на день рождения подруги. Бывшие домовцы Катя Токарева и Юра Слободян тоже публикуют новые снимки. Ребята отдыхали в караоке. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.